Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Речь, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов взаимодействия депутатов фракции и органов госвласти Республики. В частности, речь шла о реализации различных совместных проектов по укреплению межнационального согласия, которое, по словам президента страны, является всепобеждающей силой. Владимир Васильев руководит Общероссийской общественной организацией Ассамблея народов России, куда входит и региональный филиал по Карачева-Черкесии. Он подчеркнул, что сегодня общество сплотилось вокруг президента и задач по сохранению суверенитета и безопасности России, укреплению согласия. И работа Ассамблеи в этом направлении способствует сплоченности власти и общества. В этом году исполняется 80 лет с начала депортации карачевского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Депутаты Единой России отметили несправедливость подобных действий и важность сохранения исторической памяти о репрессиях в целях их недопущения. На встрече депутат Андрей Гурулев подчеркнул, что депортация карачаевцев – важный исторический урок. Подобных ситуаций наша страна обязана никогда более не повторять. В незамесимости от национальности, сегодня наши воины достойно выполняют задачи в рамках СВО. Это касается и множества достойных сынов Карачева-Черкесии. И сегодня важно сохранить единство и суверенность Российской Федерации. Председатель Народного собрания Карачева-Черкесии Александр Иванов принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Он подарил школьные принадлежности и рюкзаки ребятам из многодетной семьи. Альбина Ламкова продолжит тему. Ответ уверенный. Готовы. Но это морально. Поэтому рюкзаки со школьными принадлежностями были кстати. В семье Поповых семеро детей. Четверо из них – школьники. Глава семейства в зоне СВО. Он шел добровольцем. Имеет несколько военных специальностей. В прошлом – участник боевых действий. По словам жены Марии Васильевны, он не смог остаться в стороне. Когда началась специальная военная операция, отправился защищать Отечество и свою семью. Все-таки это помощь. Приличная помощь, если по-хорошему взять. Ну и самое главное, наверное, эмоционально все-таки. Это очень приятно, что не забывают и поддерживают. Все остальное уже будем ближе, наверное, к первому сентября покупать, потому что детки все-таки растут быстро летом. Единственный сын семьи Поповых служит в армии. И уже заключил контракт. Из сестер самая старшая – Аня. Она студентка и во всем помогает маме. Как по хозяйству, так и по воспитанию и обучению сестер. На съемной квартире живем. Честно говоря, без отца, да, сложновато с девочками. Тоже скучаемся очень сильно. Очень сильно все переживают. И мама, и мы все. Очень надеемся, что вернется, все будет хорошо, все, наконец-то, скоро закончится. Брат тоже сейчас по контракту у нас служит. Как его зовут? Его зовут Данил. Лада и Арина пойдут в первый класс. Ждут первое сентября с нетерпением. Я научилась читать буквы. Я знаю благодаря своим сестрам. Они помогали и учили меня. Я очень хочу в первый класс пойти, потому что я выйду там уже очень умная. Гостям девчонки с удовольствием рассказали, чем любят заниматься в свободное время. Самая маленькая – сестер Мила. Ей пять лет. Увидев красивые портфели сестер, не против пойти в школу. Синхрон. Хочешь вообще в школу идти или нет? Хочу. Деньги из семейного бюджета, которые откладывали на портфель и некоторые констовары к школе, можно будет теперь расходовать на школьную форму и другие обновки детям, рассказала Мария. В республиканской столице открылся новый маршрут общественного транспорта. Он будет бесплатно перевозить пассажиров от автовокзала до здания Главного бюро медико-социальной экспертизы. Кто может воспользоваться новой услугой и как это сделать, расскажет Мураджин Кёзов. Уже около месяца в Черкесске действует новый рейс. По маршруту автовокзал – Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии. Каждый будний день по расписанию с остановки общественного транспорта отъезжает иномарка микроавтобус с логотипом бюро. Начинаем с автовокзала, железнодорожный вокзал тоже. 9.30. Доезжаем до панорамы 9.37. Оттуда 9.41, Первомайская. 9.44 и идем уже на городскую поликлинику, с городской поликлиники на улицу Ставропольскую. Бывший институт, остановка Ставропольская, Карпсомолец. Оттуда спускаемся на мотоводром на 14. В 11 выезжаю с мотодромной, с пассажирами. Также выезжаю на все остановки, на которые они уже выйдут, уже останавливаюсь на каждой остановке до вокзала. Раньше людям приходилось добираться своим ходом до учреждения, расположенного в парке культуры отдыха «Зеленый остров», чтобы пройти освидетельствование. А для тех, у кого проблемы со здоровьем, эта задача не из легких. Теперь жители и гости столицы могут доехать напрямую до здания бюро. Конечно, удобно, легче поехать, добраться, конечно, легче. Выходим на остановку, сели, поехали, все удобно. Как вы узнали об этом маршруте? Ну, когда мы первый раз нам сказали, что это были там, когда первый раз сказали, что у нас маршрут работает с такой и с такой временем. Вот, после этого мы узнали и очень хорошо, удобно нам поехать и приехать. Комфортно, как сказать. По словам специалистов, сегодня в Бюро медико-социальной экспертизы проводится большая работа по улучшению качества и условия оказания услуг по освидетельствованию граждан. Руководитель нашего учреждения очень четко мониторит все вопросы, все обращения в социальных сетях, на официальном сайте нашего учреждения. И одно из обращений жителей города Черкеска и нашего региона было, что нужен вот такой маршрут. Зурида Мухамедовна работает над тем, чтобы маршрут был официальный именно с города Черкеска. Но пока этот вопрос решается, она своими силами запустила вот такой маршрут, который будет в течение полудня, два раза в день ходить. И с остановками прописаны. Мы эту всю информацию опубликовали на наших социальных сетях и на официальном сайте. Для тех граждан, которые приезжают сюда для очного освидетельствования. Первый рейс отправляется в 9.30 с автовокзала ежедневно, кроме выходных. Через остановки. Вокзал, рынок, Первомайская поликлиника и Комсомолец. Проезд бесплатный. Мурат Женкёзов, Олег Малхушев, Вести Карачаева, Черкесия. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременно дождь-гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16. Днем плюс 32-37 градусов, в горах местами до плюс 28. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 32-34 градуса. В рамках акции «Каникулы с общественным советом» члены общественного совета Мухат Бачаев и Анна Запорожец провели для ребят из детского оздоровительного лагеря «Сосинка» профилактическую беседу об информационной войне в сети интернет, уделив особое внимание гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Сотрудник пресс-службы регионального МВД Амина Иркенова рассказала школьникам простые правила по пяти основным сферам жизни. Также полученные знания помогут проконсультировать своих друзей и сверстников, как не стать жертвой преступления. В ходе мероприятия представитель МВД не только традиционно обучал детей соблюдению правил дорожного движения, но и в игровой форме еще раз напомнила детям о безопасном поведении в целом. Много внимания было уделено общению с незнакомыми людьми, особенно в том случае, если от них поступают навязчивые предложения, например, пойти в гости или показать новую игровую приставку. Каждый участник урока получил от полицейских памятку с правилами безопасного поведения. Для детей также провели концертно-развлекательную программу и спортивные состязания. В завершении встречи сотрудники полиции угостили всех участников мороженым, пожелали провести летние каникулы весело и беззаботно, найти новых друзей, а также напомнили, что полицейские всегда готовы оказать помощь в любой проблемной ситуации. В Черкесске в штабе Баталпашинского казачьего отдела состоялась передача тренировочного оружия спортивному молодежному клубу «Пластуны». Новые пневматические винтовки были использованы по назначению в стрелковом тире. Подробности у Алибаташева. «Пригодится, потому что в армии начнут автоматы там. И я просто хочу стать снайпером, и оружие очень надо хорошо знать». Хочешь стать снайпером – будь им. Самым любимым занятием у будущего снайпера Данила Бугаева является стрельба. Пока только строго по мишеням и преимущественно из пневматической винтовки. Это обязательный элемент обучения в казачьем клубе «Пластун». Десятилетний Даниил Дудник мечтает стать военным, как его отец, участвующий в спецоперации на Украине. Без навыков обращения с оружием это невозможно, считает мальчик. «В этот клуб я попал где-то в прошлом году. Почему? Потому что я хотел научиться стрелять». «А насколько важно для мужчины уметь стрелять или обращаться с оружием?» «Хочу научиться стрелять, как мой папа». «А каким должен быть?» «Мужчина должен быть сдержанным, сильным. И уметь все». Дети занимаются в клубе «Пластун» с марта прошлого года. Раньше в тире приходилось ждать очереди, так как винтовок всем не хватало. А теперь эта проблема устранена, говорят в ДОСААФе. «Три винтовки, а в клубе почти 20 человек, их как бы мало. Вот у нас на огневом рубеже мы можем разместить одновременно шесть стрелков. Ну, например, винтовка, но как бы шесть стрелков не разместишь. Теперь мы имеем необходимое количество МР-512 для начальной стрелковой подготовки. Ну и одна спортивная винтовка, стрелки, которые получше, смогут выполнять разряды». Весь инвентарь закуплен на грантовые средства, выигранные Баталпашинским городским обществом. Грант организован Министерством труда и социального развития Карачаева-Черкесии. Сразу после получения средств было приобретено стрелковое оружие. И в торжественной обстановке передано клубу «Пластун». «385 тысяч, на которые мы вот закупили это оружие, пневматические пять винтовок и вот макеты учебного автомата, которые вы уже знаете, разборка-сборка, все это, да, эти магазины, снаряжение магазинов, все это вы знаете. Ну и пульки, вот эти ружья, все это, то есть для полноценного вашего существования, вашего клуба». Также в рамках полученного гранта в сентябре в Карачаево-Черкесии состоится турнир по казачьему биатлону. К этому времени дети освоят новые винтовки и подтянут знания по истории казачества. Викторина на знание истории также войдет в программу биатлона, подчеркнул атаман Александр Зинченко. Алибаташев Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. В гости к Альпакам в Малокарачаевском районе на Медовых водопадах состоялось открытие Альпака-парка. Отдыхающие могут познакомиться с уникальными животными из Южной Америки, покормить их и получить массу положительных эмоций. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В парке уникальных животных помимо альпак проживают ламы, гуанака, французские уэсаны, валийские бараны, ручные кролики и козы разных стран. Гармоничное сочетание животного и растительного мира не оставит никого равнодушным. Погрузиться в уникальный мир Альпака-парка приехали взрослые дети со всего Северо-Кавказского федерального округа. Круто, тут все прикольно, красивые животные. А что больше всего понравилось? Наверное, барашки. Барашки прикольные. Мне здесь понравились альпаки. Я их кормил морковкой. Да, первый раз мы сюда приехали и очень красиво, очень круто. Классные животные, милые. Приедете сюда еще раз? Да, обязательно. В церемонии открытия Альпака-парка приняли участие заместитель главы Кисловодска по курорту, туризму, спорту и международным отношениям Александр Данилов, руководитель туркомплекса «Медовые водопады» Муса Баташев, известный блогер Аслан Кагиев и другие почетные гости. Заместитель главы Кисловодска Александр Данилов отметил значимость такого парка для отдыхающих с детьми. Он поблагодарил главу Карачаевой Черкесии за оказанную поддержку в развитии таких проектов. Вот я тоже приехал со своей доченькой, которая очень рада, что такой проект сегодня реализован. Я вам скажу, больше всего понравилась обстановка, в которую мы сегодня погрузились. Мы переключились от забот, от хлопот и находимся на природе и общаемся вместе с такими прекрасными животными. В течение недели на территории добавятся мягкие костровые зоны. Также планируется благоустройство лавандового поля, где жители и гости смогут насладиться красотами бескрайних фиолетовых простор. Аслан Кагиев, сооснователь Альпака парка, отметил, что парк – место, которое насыщено эмоциями. Каждый может выбрать, как проводить время на территории фермы. Поэтому основная история с этим местом – люди приходят сюда проводить время. Как с животными, так и, в принципе, рядом с ними. Потому что просто присев вокруг такой красоты, ты о многих вещах думаешь и на многие вопросы находишь наконец-то ответы. Ферма Альпак – идеальное место для того, чтобы приехать и отдохнуть всей семьей. Побывать на свежем воздухе, получить море незабываемых эмоций. И, конечно же, познакомиться с милыми и дружелюбными животными. Дарья Тендит, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ловец снов». Всего доброго. До встречи.